Друзья, приветствую всех! Замечательный, волшебный Дмитрий Быков сегодня у нас в эфире. Будем говорить о том, что волнует нас всех и от чего иногда болит сердце, честно говоря. Дима, добрый день! Привет, Наташа! Привет всем! Ну вот начну с обмена этой недели, да, очень много было, ну, все, что связано с этим. Ну, во-первых, ну, само собой это обсуждать не будем, что, слава богу, что хорошие люди, люди, которые заслужили, это достойные люди, не умрут в тюрьме, а они на свободе. И это замечательно. Ну, вы знаете, вот сегодня Мальгин написал, что в эти дни мы видим как минимум две успешные операции российской внешней разведки в киберпространстве, дестабилизация в Великобритании и дискредитация российской оппозиции в глазах Украины. Вот давайте со второго начнем. Действительно ли удалось, вот, из-за этой пресс-конференции, из-за, там, того, что призывали сначала к снятию санкций, говорили, что, там, так сказать, нельзя обменять всех, кто воюет, ну, пивовара, в частности, там, наговорил 40 бочек арестантов. Вот ваши ощущения после вкуса от всего? Наташ, сегодняшняя оппозиция вся, и украинская, и российская, и любая, находится на положении партизан. Партизан совершенно не обязан говорить правду захватчикам. Ни Яшин, ни Пивоваров, ни Карамурза не обязаны раскрывать свои планы людям, которые очень внимательно за ними следят. Мы говорим одно, думаем другое, делаем третье. Это, конечно, подлые условия подполья. Подполье, как мы знаем, можно встретить только крыс, говорил Григоренко. Но ничего не поделаешь, нам приходится существовать в условиях подпольной психологии и подпольного действия. Люди, которые только что освободились из тюрьмы, они не очень склонны к откровенности. Давайте вспомним, как у Акуджавы мать вернулась из лагеря, и он соседу говорит, она какая-то странная, ничего не говорит. А сосед говорит, Кацу, там не ты спрашивал, там другие спрашивали, там думать надо было, прежде чем отвечать. Ну вот представьте себе, сегодня приходит Илья Яшин и на конференции говорит, смерть российским оккупантам все должны донатить ВСУ. Даже сейчас, когда я это говорю в разговоре с вами, я понимаю, как легко вырезать эти слова и пустить их по Первому каналу. Быков говорит, смерть российским оккупантам. Жит, власовец, порхач, предатель, убийца русских. Найти, голову его показать. Почему она еще не отделена от тела? Детей повесить, квартиру сжечь. Это так делается, понимаете? Вот представляете, выходит сегодня Яшин и говорит, помогайте ВСУ разгромить русских оккупантов. И вы выпустили его, да его надо было размазать по асфальту, как в свое время призывал Песку. Что должен сказать Илья Яшин, чтобы понравиться российской оппозиции или понравиться украинскому народу сегодня, да? Прийти и сказать, простите меня за то, что я сидел вместо того, чтобы умирать за Украину. Я не понимаю, что он должен сделать, чтобы понравиться этим, кстати, в огромном своем количестве диванным оппозиционерам. А что, из Украины никто не убежал от мобилизации? Ну, давайте мы будем как-то дозировать наши претензии к Арамурзеяшну, которые никак не отлынивали от борьбы, которые пошли и сели. И сели не потому, что они капитулировали, а потому, что они надеялись продолжать борьбу. И, кстати говоря, ведь, давайте уж тоже называть вещи своими именами, есть огромное количество людей, которые говорят, а почему вот они сели? Почему они, которые должны были продолжать свою борьбу за границей или где-то тайно в России, почему они позволили себя арестовать? Ответ очень простой. Ну, это же была оппозиция Ильи, я знаю. Я с ним разговаривала за... Я вам хочу раскрыть, вам и частью Украинской помощи, что я хочу раскрыть ужасную тайну. Откуда эта оппозиция? Всегда в России радикальные перемены начинались с зэковских восстаний. Революция пятого года начиналась с восстаний в Нерчинске, начиналась с Абеля Сазонова, который пытался поднять восстание Катаржан. Перестройка... То есть, вот теперь... А 1953 года еще при Сталине начиналась с восстаний в Интерии и на Колыме, ведь... И в Иркуте. Карамурзай, Яшин и Навальный дали себя посадить, потому что зэки сегодня это и есть глубинный народ. Это самый большой протестный потенциал. Зэки ненавидят эту власть. Их попытался мобилизовать Пригожин, и Пригожин, надо сказать, создал армию для режима довольно опасную, как вы видели. Они пошли к зэкам, потому что единственный способ поднять в России сегодня восстание, это обращаться к тем, кому нечего терять. И Яшин в этой среде... Почему он хотел вернуться? Яшин в этой среде был очень опасен, потому что он настоящий агитатор, и огромное количество зэков готовы были бы в случае чего за ним пойти. В России нельзя требовать, чтобы восстали менеджеры среднего звена. У них все неплохо. Уверяю вас, если в России начнется какое-либо восстание, это будет восстание провинциалов, которым незачем жить и некуда, или восстание зэков, которым реально нечего терять. А Карамурза и Яшин поджигали тот фитиль, который может гореть. Именно поэтому их и отдали, прекрасно понимая, что Карамурза в тюрьме гораздо опаснее, чем Карамурза на свободу. Исчерпывающе, исчерпывающе. Вторая сторона этого обмина, тоже хочу с вами о ней поговорить. Очень долго как бы не было понятно, почему Путин так хотел этого Красикова. Ну, почему он прям так страстно его желал, достаточно долгое время выпрашивал и так далее. И только сейчас, когда его вернули, сказал совершенно официально Песков, что это сотрудник ФСБ. Ну, у них же там много сотрудников по особым поручениям, которые душат, травят, там еще, не знаю, убивают и так далее. И оказывается, он был начальником охраны у Собчака. И американская разведка считает, что он мог быть причастен к убийству Собчака. Ну, слушайте, ну, я отравил мою сестру-царицу, монахиню, смиренную все я. Давайте сейчас скажем, что Путин убил вообще всех. Нет, это есть такая версия. Мне она не кажется достоверной, потому что Путин человек безинициативный. Решение такого масштаба он принять не мог бы. А тут друг, хотя мог бы, я не знаю, кто им руководил. Он же очень, так сказать, коварный, и у него же нет сантимента. Он же человек абсолютно лишенный эмпатии. Он знает, что человек не знает. Он эмпатии лишен, но он не лишен инстинкта личной предности. Собчаку он был до какого-то момента лично предан. Я не знаю, как там. Я не берусь об этом судить. Это очень красивая теория, что Путин убил всех, а также споил Ельцина. Я готов в это поверить. Но интересно другое. Я могу вам сказать, почему он хотел Красникова. Он очень цепляется со своей идентичностью разведчика-нелегалом. Никаким разведчиком-нелегалом он, конечно, не был. Он работал под прикрытием должности директор дома дружбы в Дрездене. Это, в общем, десятистепенная должность. Никаким Штирлицем он не был изначально. Штирлицем его сделала легенда. Но он очень дорожит этой легендой. У него две идентичности, две идентификации, которыми он дорожит чрезвычайно. Одна спортсмен, дзюдоист, все дела. А вторая разведчик. И он не бросает своих. У него профессиональная солидарность. Мы разведчики, мы элита, мы военная косточка, мы чекистский крюк, на котором удержалась Россия. Во-первых, Россия нифига не удержалась. Мы все знаем, чего стоили эти профессионалы, если они прозевали перестройку, прозевали путь, прозевали момент, когда их кумира, значит, железного Феликса, когда Матвеева говорила, как Феликс из пекла, когда его благополучно за шею подвесили, и они там все бегали, значит, в этой лубянке бумаги жгли. Какие они профессионалы, о чем вы говорите? Они провазали даже по такой обширной мишени, как я. И, в общем, теперь-то им уже меня труднее, конечно, достать. Хотя попытки продолжаются, я об этом знаю. Мне нравится другое. Мне нравится, что Владимир Путин так наглядно подставился, встречая их в этом аэропорту. Понимаете, он приехал встречать провалившихся агентов, сам являясь потрясающим примером провала по всем направлениям. Был ли в России президент, лидер, царь, который бы начал с таких блистательных стартовых условий? Нефтяная конъюнктура. На фоне предшественника здоров, здоров, молод, мобилен. Народ ждет, обожает. Легенда превосходная. Весь мир готов принять в объятия. За 25 лет он умудрился превратить Россию в страну изгоя по всем направлениям, в страну интеллектуально ничтожную, психологически искореженную, о чем мы говорим. Один провалившийся гибист приедет встречать других провалившихся гибистов. То, что он говорит им здорово, это, по крайней мере, четкое осознание своего положения. Да, это совершенно абсурдная, дикая ситуация, когда какой-то, ну, явно криминального типа человек в кепочке, в какой-то там олимпийке спускается, и они обнимаются на красной дорожке. Это 90-е годы, стрелка, понимаете? Ну, понимаете, это ситуация, пацаны, да, но это ситуация, с одной стороны, абсурдная, а с другой, невероятно красивая и закономерная, когда он элиту нации отдает в обмен вот на это, и это не может не вызывать глубокого эстетического удовлетворения. Все-таки российская история пишется для самых непонятливых. Ну, да, по телеграм-каналу ходит эта частушка. Обменяли этих людей на убийцы на п***ей. Ну, в общем, как-то так. Людей не знаю, но, может быть, они по-своему трагические персонажи, может быть, они действительно в собственных глазах, они, разумеется, герои, но проблема-то в другом. Проблема в том, что власть наглядно показала, кто ей чужие, кто свои. Люди с убеждениями, люди с принципами, люди, готовые пожертвовать собой, за благо мира, ей классово чуждо. И вот такая наглядная демонстрация, понимаете, все-таки почему вот я иногда думаю, это важная вещь, почему Господь попускает сегодня российским спецслужбам, российским военным совершить такое количество зла, чтобы довести до предела, до абсурда, чтобы уже ни у кого не было ни малейшего шанса сказать, нам не давали, вам дали. Вы продемонстрировали все, на что вы способны. После этого ни ностальгии, ни каких-то упоминаний о великих проектах, ничего этого не может быть. Вы до конца скомпрометировали идею своей особости. Кольцернофильство, то, что мы отдельная цивилизация. Вы взяли эту цивилизацию со всеми ее достижениями от Толстого до Космоса, от победы одной до победы другой, и убили ее об стену. От 12-го года до 45-го. Все убили. Спасибо больше никогда. Знаете, вот этого пингвина на демотиваторе, спасибо больше, ребята, никогда ничего подумал. Nevermore. Дима, а вас как педагога не поразила вот эта ситуация с детьми, вот эта парочка, которую обменяли, когда дети только в самолете узнали вообще, чьи они дети, что вообще, но мне кажется, что до какой-то степени это трагедия, они когда вырастут и не поймут глубину своей трагедии вообще. Сейчас не вполне, а потом да. Видите, какая вещь, потенциально элиты и сопротивления могут стать две категории людей, одни, которым нечего терять, я об этом говорил сегодня уже, а вторые это дети элиты, маленькие разбойники. Почему они могут стать? Потому что они никогда не знали этой реальности, они не знали даже, что они русские, они выросли за границей, они не знали серьезных испытаний, и сегодня, когда им откроется наконец этот ужас, они могут испытать серьезный шок, они могут начать сопротивляться, по крайней мере начать понимать. Я однажды, ну, довольно долгое время, я преподавал в элитной школе. Эти дети понятия не имели о том, как живет большинство. Когда им открывали на это глаза, когда им рассказывали о чудесах и ужасах русской истории, они мне все люди задавали один вопрос, Львович, как же они это терпели? Они это терпели, потому что у них не было чувства собственного достоинства, или потому что их угнетал дикий чудовищный страх. Я всегда на это учу, а вот вы не терпите, вы не дайте этого сделать собой. И я надеюсь, что именно дети нынешней российской элиты будут теми, кто в конце концов возьмет сторону народа, потому что у них есть какая-то, понимаете, какая-то свежесть восприятия. Я думаю, что эти дети шпионов, как в известном фильме, в конечный момент скажут, нет, мы пойдем другим путем. И вот важная штука, Наташа, понимаете, почему Ленин все время подчеркивал, что он из дворян. Он пытался этим показать, что классовые чувства не зависят от происхождения. Человек может быть как Маркс, да, никоим образом не пролетарием. Иными словами, именно дворяне с их самоотверженностью и с их благородством могли взять дело борьбы за свободу в свои руки. Поэтому я думаю, что я не то, чтобы сторонник нового дворянства, но я знаю, единственные люди, которых может шокировать происходящее сегодня в России, это те, кто в России настоящий ни дня не жил. поэтому вся надежда вот у таких вот деток. Много ли их? Я, знаете, Ян Валитов вчера написал большой пост, и в нем он обратился и к вам в том числе. А я прочитал хороший пост, хороший писатель. Я даже ответил. Вот я ответ не видела, поэтому буду сейчас вас допрашивать в этом смысле. Это очень легко. Видите, Ян Валитов, он там пишет, что русским эмигрантам скорее всего надо понимать, что они уехали навсегда и присматриваться к должностям венских и истамбульских таксистов. Значит, это анахронизм, весь пост ходячий анахронизм, потому что таксистов не будет, будет автопилот. И вот таким же анахронизмом является представлением о том, что эмигранты уехали навсегда. Русская эмиграция 20-х годов уехала на 70 лет. Русская эмиграция 72-го года, когда была разрешена, уехала на 10 и вернулась довольно скоро. А это геометрическая прогрессия. Русская эмиграция, которая уехала в 22-м году, к 30-му вернется спасать то, что еще можно спасти, потому что больше будет некому. Уверяю вас, все эти разговоры навсегда, никогда не говори никогда, тут мы все прекрасно понимаем. Это было навсегда, когда не кончено. Я понимаю, что Яну Валетову, человеку бесконечно талантливому и очень мной любимому, одному из моих ближайших друзей, Яну Валетову сегодня кажется, что Россия под гнойной коркой, что в России не осталось людей, которые внутренне готовы сопротивления. Можно для зрителей засчитать, вот что он сказал. Он к вам обращается и говорит, Дима, дорогой мой Дмитрий Львович Быков, ты всерьез рассуждаешь о прекрасной России будущего, которая настанет после смерти Путина? Не будет никакого прекрасного будущего, Дима. Лев не возляжет рядом с Ягненком, шанс давно упущен. Сколько вас, Дима, думающих на всю страну? Сотни? Две? На 140 миллионов этого количества недовольных и несогласных недостаточно, даже чтобы посчитать статистическую ошибку. Ну, вот как-то так. Ну, слушайте, Наташ, моменты упадка и моменты неверия бывают у каждого. Помните, это ведь слова Чернышевского, нация рабов, сверху донизу все рабы. Прошло 20 лет, и эти рабы показали всему миру. А я понимаю, что сегодня Россия кажется однородным нас. это не так. Она никогда не была однородной. В свое время Михаил Гефтер, великий историк, сказал очень здравую мысль. Главная особенность России многоукладность. Многоукладность всегда. Россия очень неоднородна. И понимаете, Валетов ведь тоже написал это не для того, чтобы я с ним соглашался, а для того, чтобы я ему возражал. Когда скажу вам ужасную вещь, когда мужчина кричит женщине уходи, ненавижу, он на самом деле кричит умоляю, оглянись, останься. Когда мы кричим Россия безнадежна, в России никогда не будет хорошо, мы кричим Россия, дай нам хоть какую-то надежду, что когда-нибудь будет иначе. Это будет иначе. Просто дело в том, что сегодня есть все условия, все обстоятельства, даже все аргументы для того, чтобы признать Россию безнадежной. Я никогда не говорю, что после Путина будет хорошо. После Путина будет гражданская война, это совершенно очевидно. Но вот после этой гражданской войны начнется та, другая Россия, контуры, которые сегодня абсолютно непредсказуемы, точно так же, как контуры современной Японии, были непредсказуемы в 44-м году. Вы знаете, вот я сегодня немного цитирую, вы уже меня извините, да, такое обильное цитирование признак беспомощности всегда, но тем не менее... Нет, Наташа, это признак эрудиции. Не знаю. Не надо становиться на сторону почвенников. Знание культуры это не отсутствие индивидуальности, а это благодарность предшественникам. Так вот, сегодня Зина Прониченко написала о приезде в Москву Гаспаро Ноэ, которого мы знаем по замечательным картинам «Необратимость». Необратимость, да, он решил доказать, что все обратимо. И она говорит о том, что это как бы этот приезд для нее, это как бы символ того, что все, что происходит сегодня в России, да, потому что она говорит, «Необратимость» это первый фильм, ну, то есть слоганово «Время разрушает все», потом «Время обнажает все», второй фильм, и дальше времени не существует. Она говорит, что сегодняшняя Россия это страна, где разрушено все, вот, и уже как бы ничего не нужно, потому что все украв Владимир Путин и больше ничего нет. Как она заканчивает? Надеюсь, кинокритик Петрик угостит Гаспаро тяжелыми наркотиками, и они, взявшись за руки, войдут в пустоту, войдут даже не в ту дверь, а в пустоту. Ну, то есть, понимаете, вот это еще один взгляд на Россию, о том, что что бы мы ни хотели сделать, мы уже ничего не можем. Времени не существует, пространства не существует. Сегодняшняя Россия это интересное место для посещения художников. Он же посещает ее не для того, чтобы выразить солидарность с режимом, он же не Стивен Сигал, в конце концов. Это время делать слайды. Перед вами уникальный пример. Россию надо изучать, поэтому я и ношу сейчас идеи, слава Богу, сдвинувшейся с места, идеи создания русского университета. Университета, который будет изучать только катастрофу русской цивилизации. Семь веков эта цивилизация стояла и на ровном месте убила себя об Украину, убила себя об стену, убила себя об страну, которая какое-то время была ее частью, пусть нелюбимой, пусть борющейся, но частью. Она себя на ровном месте закопала. Разве это не интересно изучать? Очень интересно. Мне Мария Васильевна Розанова все время сказала, русские сегодня самые интересные народы. Все хотят быть лучшими, а они хотят быть худшими, хотят быть хуже всех, потому что лучше у меня получилось. Разве не интересно посмотреть на такие страшные, прекрасные, больные плоды этого больного болота, как русский балет, русский космос, русский космизм, русская мистерия, утопия, все что угодно. Все результаты русской культуры были больными, прекрасными, изувеченными результатами абсолютно патологической, абсолютно мертвой, садической, политической системы. То есть, интересно это посмотреть? Безумно интересно. Я думаю, что Гаспару Ноэ, как художнику, увлекающемуся патологиями, действительно, сегодня самое место в России. Не для того, чтобы ее поддержать, а для того, чтобы было о чем снимать. А какой бы вы, я не знаю, какой образ у вас ассоциируется? А даже не дама с камелиями, которые умирают от чахотки. Это же другое что-то. Моя бабушка, моя бабушка была такая простая женщина и очень верующая. У нее был какой-то такой смешной образ. Она говорила, она утверждала, что Ленин на том свете ходит на цепи и ревет, как животное. Вот какой образ? Хороший образ. Нет образ, который у меня ассоциируется сегодня с Россией. Это мать, которая отправляет сына на войну и подробно говорит ему, что привезти оттуда. Или жена, которая отправляет мужа и говорит, насилуй кого хочешь, только предохраняйся. Вот это сегодня образ России такой. Это образ страшной матери, которая вам никогда ничего не должна, а вы ей всегда должны. Образ предельного извращения, поругания родственных и моральных чувств, а предельно циничного, я бы сказал, демонического, дьявольского измывательства над всем человеческим. Образ, когда дьявол выторговал страну у Бога и ставит на дни чудовищный эксперимент. Но то, что миру явился лик дьявола сейчас, это ведь тоже было предсказано. Понимаете, вот в Евангелии о дьяволе очень мало сказано, а в Евангелии 21 века он уже действует полновластно, я имею в виду Вальдеморта, Ваван Деморта, как говорят в России. Да, он по крестражам собрался, да, лик дьявола явился нам Квантум Сатис. Конечно, сегодня интересно смотреть на Россию, где еще дьявольская с такой невероятной силой явилась. И поэтому я не устаю восхищаться и любоваться Зеленским, который сумел этому дьяволу в один момент, в один февраля что-то противопоставить. Ведь остальное время, будем откровенны, он не самый лучший президент, не у плохая кадровая политика, он сейчас ведет себя не очень уверенно и, наверное, ему пора бы уже было уйти, просто непонятно, на кого его менять. Но то, что он сумел дьяволу в лицо рассмеяться тогда, это заслуга, которая останется за ним. Кстати говоря, за Украиной сегодня тоже очень интересно наблюдать, потому что, невзирая на всю трагедию своего положения, на военное время, на вынужденное единомыслие, Украина не скатывается ни в пещерный национализм, ни в диктатуру. И это само по себе дает колоссальную надежду. Понимаете, имея дело с таким врагом, как Россия, можно деградировать стремительно. Украина не деградирует. Это вызывает у меня восторг. Дима, вы говорите, что, вы знаете, что, ну, я хотела сказать о том, что опасно достаточно сегодня противостоять дьяволу. Знаете, я когда смотрю, иногда вот вижу кадры вечера с Соловьем, они же там так стоят по кругу, помните, все эти апостолы? Это черная месса, конечно. Да, это черная месса. Когда там что-то говорит эта ужасная женщина, я не знаю, как с ней, извините, вообще можно как бы вообще в принципе Маргарита. Ну, это просто страшно. Это такая сегодня Маргарита, такая сегодня Маргарита и такие выстера. Это все тоже очень не случайно, да. Да, ну, то есть, да, и вот на фоне всего этого каждый же человек, ну, каждый человек боится за свою жизнь, каждый человек боится за свое будущее. А сегодня Путин понял, ему уже дали, так сказать, возможность этого обмена и получив Красикова назад понять, что в принципе ему можно все, ему можно все и он будет до бесконечности менять это все и делать, он будет делать своими заложниками людей, которых он будет просто там хватать, кто не успел увернуться из-под его этого колпака. Бывают ли у вас приступы на улице, когда хочется тихо уйти? вот из всего этого и просто жить, растить сына? Нет, нет, у меня, кстати, слава тебе, Господи, есть еще и старший сын, благополучно растущий, нет, у меня это и правление, у меня, наоборот, есть ответственность перед детьми, я должен был оставить более вменяемый мир. Смотрите, Наташа, какая вещь, один из главных, из хитрейших принципов Бога, один из главных принципов мироздания, в общем, зло, особенно вооруженной ядерной дубиной, оно извне непобедимо, оно роет могилу само себе, прежде всего, потому, что оно убивает, оно всегда сына убийца, оно всегда отнимает у себя детей, потому, что не может вынести конкуренции, оно всегда убивает молодежь, оно всегда отфильтровывает на дальних подступах умных и приглашает самых омерзительных, путинская Россия не будет уничтожена ни Западом, ни Украиной, путинская Россия кончает с собой, мы это видим, и вот, знаете, идея самоубийственности зла, это очень полезная идея, эта идея позволяет не сойти с ума, потому, что не может Украина ни количества, ни качества противостоять такому огромному соседу, но Украина может делать все для того, чтобы этот сосед об нее убился, и мы сегодня наблюдаем не монолитность, не готовность Запада, например, хотя Запад начал понимать, чего там говорить, Запад начал понимать, с чем столкнулся, но мы имеем дело не с моделизацией Запада, мы имеем дело с самоубийством дьявола, почему Господь ему попустил, потому, что он хочет наглядно показать, чем это кончается, и вот это изучать очень интересно, тут правда хитрый господень план, если побеждает добро, это предсказуемо, а вот если самоуничтожает все зло, это эффектно, вот это сюжет для Гаспара Ноя, ну, собственно говоря, это и сюжет моей будущей книги, поэтому я наблюдаю за всем происходящим с обычным для меня чувством восхищения Божьей хитростью, у нас ужасно хитрый и насмешливый Господь, и пока у него все получается. То есть однажды мы вооруженные до зубов ворвемся в эту цитадель зла, ну, образно говоря, а там он просто будет лежать в луже крови. Однажды мы, победители, ворвемся в свои дома, в которых наши родители сегодня сходят с ума, я когда-то писал, выдавая это за Рафаэля Альберти, только так это можно сказать, я думаю, Альберти был доволен. Понимаете, в осень патриарха ведь уже сказано, когда они вошли к патриарху, там уже все сгнило. Дело в том, что и геронтократия, и деградация, и посмотрите, какие у них сейчас идут коррупционные, аутоиммунные процессы, они, в общем, все делают сами. Это не значит, что надо оставить сопротивление. Нет, сопротивляться надо, безусловно, это ускоряет их конец. Но прав был Навальный создавать этому режиму точки напряжения, потому что он обречен ошибаться. Он ошибается все больше и больше. Первая и роковая ошибка была, конечно, 24 февраля. Многие люди до сих пор не понимают, что в этот момент коготок увяз. А дальше эта воронка засасывает Россию все глубже. Мы увидим другую Россию. Другое дело, что это будет не та Россия, к которой мы привыкли. Этот проект, проект, условно говоря, Ивана Третьего, завершился. А от того, каким будет новый, зависит, не побоюсь этого слова, судьба мира. Дим, а поскольку Господь наш насмешлив и, так сказать, очень хитер, очень хитер, не он ли подтолкнул этого труса, этого ничтожества, которое пряталось от подводной лодки Курск две недели или там сколько, не помню, сделает то, что он сделал 24 февраля? Я понимаю, что я задаю очень страшный вопрос. Да, страшный. Тут приходится говорить тяжелую вещь. Понимаете, в отличие от ислама, мы не верим, мы не фаталисты, мы не верим в предопределенность. Были шансы. А после Ельцина был шанс. И я, честно говоря, надеялся, что, имея такие стартовые возможности, он этим не воспользуется во зло. К сожалению, в нем победил ГБшник. И дьявол продемонстрировал нам еще раз одну очень важную закономерность. Чем больше у вас пустоты, тем ему у вас вольгует. Вот то, что во власти оказался абсолютно пустой человек, это лишнее показательство того, что дьявол, подобно газу, занимает весь предоставленный объем. Наверное, это случилось для демонстрации вот этой нехитрой. Вы спросите, а как же можно терпеть гибель такого количества людей? Так ведь мы же не зрители в этом театре, мы участники. От нас зависело этого не допустить. И мы все, и я в том числе, виноваты в том, что это допустили. А теперь наш единственный последний долг, раз мы уцелели, по крайней мере, это осмыслить и никогда не дать этому повториться. Россия, как говорил Чаадайм, годится не как пример, а как урок. Я надеюсь, что этот урок будет миром усвоен. Дим, спасибо большое, огромное. Вам, Наташа, спасибо, и захотите преподавать в русском университете, вы будете очень-очень welcome. целую. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин